итак немного про то как сделать убавки с видимой петлей как в данном случае у нас с изнаночной стороны здесь 8 рядов у меня провязано с убавками но убавки делала с лицевой стороны и как же нам сделать так чтобы теперь когда например у меня идет вязание вывязывание ростка и убавки надо сделать в каждом ряду и по лицевой и по изнаночной стороне как же нам делать эти убавки с лицевой с изнаночной стороны чтобы они выглядели точно так же как и с лицевой и чуть-чуть теория и чтобы понять как это все работает мы давайте посмотрим на то как мы делали убавки с этой стороны здесь мы делали убавки провязывая две петли вместе так и у нас здесь была убавка вправо в данном случае у нас убавка была влево мы сейчас убавляем по телу и мы переворачивали эту петлю которая у нас идет как бы верхняя так чтобы нижняя шла под нее то есть эту петлю мы переворачиваем привязание классическими петлями эту петлю оставляем и вяжем за заднюю стенку точно также точно такой же подход мы должны сохранить при вязании с изнаночной стороны можете даже себе поставить разного маркера разного цвета чтобы легче было ориентироваться когда что мы вяжем потому что с изнаночной стороны будет вязаться точно так же как и с лицевой здесь мы будем в данном случае провязывать две петли вместе только с изнанки а здесь мы будем делать довольно сложную манипуляцию сейчас я вам покажу какую тоже с переворачиванием петель так не дошла до этого момента вот у нас две петли если мы на них посмотрим с этой стороны так вот у нас одна идет центральная вот это вот так и вот это с этой стороны петля должна пойти под эту видимую как бы петлю что нам для этого надо сделать для этого мы снимаем петли первый раз нить должна быть кстати впереди мы снимаем одну петлю просто так снимаем так вторую петлю мы можем снять за эту стенку то есть в принципе нам не надо перевернуть так снимаем ее вот так она у нас переворачивается возвращаем все опять на левую петлю и внимание нить перед работой мы захватываем эти петли но за стенку с лицевой стороны вот так вот вот они у нас захвачены видите и можно привязать провязать это по-разному то есть можно это провязать бабушкиной петлей вот так вот внутрь а можно провязать классической петлей вот так вот растянулась вот так вот обвить и привязать классической как вы это сделаете это ваше дело то есть делайте как вам удобнее и смотря по тому как растягивается ваша пряжа но имейте ввиду если вы провязываете эту петлю бабушкиной бабушкиным способом вот так вот так я например сейчас провяжу то когда вы будете вязать обратным провязывать следующий ряд уже на лицевой стороне вам эту петлю не надо будет переворачивать потому что она уже будет перевернута из-за того что вы ее провязали сейчас бабушкиным способом если вы сейчас провязали классическим способом если бы вы провязали классическим способом вот так вот обвивая петлю вот так вот так у нас петля обвивается тогда вам пришлось бы ее переворачивать когда вы уже будете вязать по лицевой стороне так затягиваем хорошо и вот смотрите что у нас сейчас может еще несколько провяжу чтобы было видно более-менее что у нас там происходит маркер вот видите у нас все шло пошло как надо в ту сторону куда нужно так и следующая часть следующая часть у нас уже с другой стороны и это то что я провязывала как вам говорила две петли вместе вначале может довольно трудно быть сориентироваться поэтому я бы вам советовала даже поставить маркер разного цвета как уже говорила или как-то себе по-другому обозначить эти разные места чтобы не просто напросто не запутаться так я подхожу ко второй части там где все я провязывала как две вместе если вы здесь провязывали 2 вместе на лицевой стороне то точно так же привязывайте 2 вместе по изнаночной стороне так только надо конечно же посмотреть где у нас эти петли эти петли у нас после маркера в данном случае вот у нас маркер и вот у нас петли и они у нас после маркера поэтому мы все это все эти две петли будем тоже проверить после маркера и просто-напросто захватываем две петли за переднюю стенку и провязываем классическим изнаночным стежком все это у меня в данном случае две стороны рукава вот так это выглядит это реглан погон и чтобы было видно здесь у нас все провязано две петли как по лицевой так и по изнаночной вместе здесь у нас петли перевернуты как по лицевой так и по изнаночной стороне как видите разницы нету не отличается но вот это вот с переворачиванием по изнаночной стороне может быть чуть чуть труднее надеюсь это было понятно спасибо за внимание и до новых встреч до новых встреч и вас и